Здравствуйте! Меня зовут Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 15 марта? Расскажем в программе «Итоги дня». Смотрите сегодня в выпуске. «Море нет, а книга есть». В Ульяновской области выпустили флотскую энциклопедию. Уроки памяти и лес Победы. Как в Ульяновске готовятся ко Дню Победы? У православных начался Великий пост. Из Донона Руси принято отмечать Масленицу широко и с размахом. Народные гуляния длились всю неделю и сопровождались многочисленными играми и забавами. В этом году массовые гуляния были отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, ульяновцам удалось проводить зиму. Ульяновские территориальные общественные самоуправления устроили для своих жителей праздники во дворах. Устраивали конкурсы для детей и взрослых, пили частушки, водили хороводы. Выступили приглашенные артисты и местные творческие коллективы. Всех угощали блинами и горячим чаем. Кульминации гуляний по традиции – сжигание чучела Масленицы. А активисты ТОСа Мостовая Слобода не забыли о своих пенсионерах. Для каждого приготовили продуктовые наборы. Сегодня у православных начался Великий пост. На протяжении 47 дней, вплоть до Пасхи, которая в этом году будет 2 мая, христианам рекомендуется ограничивать себя не только в еде, но и в других телесных и душевных страстях. Традиционно пост предверяет праздник Прощенного Воскресения. В храмах и церквях прошли праздничные литургии. В Кафедральном соборе Инзы праздничное богослужение возглавил епископ Барышский Инзинский Филарет. Слово Дмитрию Гурину. В соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Инза самое популярное выражение в этот день – «Прости меня ради Бога». Эти слова в церкви обретают особый смысл. Вот и приехавший на богослужение владыка Филарет практически сразу же попросил прощения у всех собравшихся. Простить – значит понять. Простить ради Бога – значит полюбить ближнего своего всем сердцем. Как говорит Священное Писание, Адам и Ева, день изгнаний которых из рая сегодня вспоминается, только под конец жизни поняли, за что же Господь с ними так поступил. А дело все в жертвенности, в жертве самого себя ради Господа. Именно поэтому и нужен нам пост – воздержание от страстей, очищение тела и преображение души. А главное – покаяние. Покаяться и впустить Господа в сердце свое. За божественной литургией епископ Филарет рукоположил диакона Ярослава Арзамасова в Санкт-Пресвитера. Он стал 47-м священником Барышской епархии. Отец Ярослав в этом году заканчивает Санкт-Петербургскую духовную академию. Уроженцу Николаевского района Ульяновской области 24 года. И ставленническую священническую практику он будет проходить под чутким руководством Владыки Филарета в Свято-Троицком кафедральном соборе Барыша. В конце литургии, которая в этом году стала вдвойне праздничной, а для отца Ярослава Арзамасова еще и исторической, Владыка Филарет обратился к собравшимся с архипастерским словом. Он поздравил всех с началом Великого Поста и отметил, насколько важно для нас прощать друг друга. Посвящая себя добродетельному делу Поста, в первую очередь будем прощать друг друга. Потому что если мы не прощаем друг друга, то мы не будем прощать Бога. В конце своей праздничной проповеди Владыка по традиции попросил у всех прощения, встав на колени. От всего сердца братья, все страшные совершения. Кого-то обидит, что он делает, может, каким-то заинтересовало. Простите, поскольку не будет, но простите меня от всего сердца. Кто-то просил все это прощение, Владыка, и на смерти, и на смерти. Бог, благодаря человеку, простит вам всякое совершение. Спасибо большое вам и примите от меня. Спасибо, Христос, дорогой мой. Замечательно. Впереди у православных семь недель не только воздержания в пище, телесных и духовных страстях, но и в первую очередь семь недель сугубых молитв. Дмитрий Гурин ведет студию Барышевской епархии специально для Уллправда ТВ. Менее двух месяцев остается до главного праздника нашей страны. Подготовка ведется повсеместно. На Оргкомитете Победы обсуждали празднование 76-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. О проводимых акциях и запланированных мероприятиях расскажет Павел Половов. В Ульяновской области продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Оргкомитет Победы было решено провести в здании учебного центра войск связи не случайно. Военные не только прямые наследники славного прошлого, но и самые главные участники будущих праздничных событий. В прошлом году из-за антиковидных ограничений многие мероприятия не удалось провести. Поручение нашему патриотическому центру, чтобы в ближайшее время выехали в Москву и изучили работу учебно-методического центра «Авангард», который был учрежден правительством Москвы, Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Тем более, что идеи поддержал наш президент для того, чтобы переформатировать работу, существенно ее усилить. Большое количество различных акций и мероприятий запланировано военным ведомством. Не отстают и гражданские. По сообщению регионального Минприроды, международной акцией по высадке 27 миллионов деревьев по всей стране Ульяновской области из-за погодных условий присоединится только в конце апреля. Парады у домов ветеранов проведут различные силовые ведомства. А проект регионального Министерства просвещения «Уроки памяти» признан одним из лучших в стране. Мы данный проект подали на всероссийский уровень для участия в конкурсе. Проект признан одним из лучших проектов для детей, подростков и молодежи. И мы думаем, что этот проект будет в качестве одного из примеров для реализации на территории нашей Российской Федерации. Программа и график уроков памяти расписаны на два с половиной года. Его цель – системно рассказать детям об истории родного края в контексте истории нашей страны. Практически во всех акциях участвует региональное военно-историческое общество. Многие площадки празднования и подготовки к празднику работают с их подачей. Это и благоустройство территории региона, и участие в акции «Лес Победы», и установка памятников. К празднику Победы в Чердоглинском районе мы будем открывать памятник Советскому Совету Победителю совместно с правительством Ильяновской области, совместно с руководством муниципалитета. Мы подготовимся очень активно к этому, и в скором времени памятник прибудет в наш регион. Мы займемся уже непосредственно установкой и подготовкой к открытию. Кроме перечисленного, планируется установка стелы «Город трудовой доблести» на нижней террасе. Как отметил губернатор, немаловажно, что продолжат приводить в порядок весь микрорайон. В фокусе внимания остается строительство и ремонт социальных учреждений, создание новых рабочих мест на предприятиях, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и тротуаров, озеленение территории. Павел Половов, Владимир Куликов, Уллправда ТВ. Уникальный научный труд, в котором собрана вся история мореплавателей. В Ильяновской области презентовали первую флотскую энциклопедию. О хрониках, героях и фактах в материале Виктории Черковой. О бравых офицерах, передовых инженерах и могучих крейсерах. Впервые в Ильяновске выпустили флотскую энциклопедию. Презентация уникального издания прошла в зале дворянского собрания. Выпуск фолианта приурочен к 60-летию научно-производственного объединения «Марс». Несмотря на то, что симбирские крайне омывают моря, наша история тесно связана с военно-морским флотом. В книге представлена история разработчиков боевой техники, а также хроники офицерских династий. Как оказалось, на нашей земле рубили леса для петровских кораблей. Территориальные рамки энциклопедии охватывают симбирский уезд, симбирскую губернию XIX века, ну и, конечно же, современную Ульяновскую область. Информацию собирали по всей стране. В научном труде использовали личные записи и фотографии мореплавателей. Это и архивные документы, это материалы прессы, читали старые газеты, смотрели. Вплоть до материалов, раскопок археологических. Обращались в музеи, в частности, с нами сотрудничали и Нижегородский музей речного флота. Окончил Нахимовское училище, служил на атомных ракетоносцах. Богатая история капитана первого ранга Вадима Попова, также описана в энциклопедии. Все, что не под грифом «Секретно», Вадим Анатольевич оставил для потомков. Во время Холодной войны США он отрабатывал удары на подводных лодках и военных крейсерах. Далее опыт капитана пригодился на нашем предприятии. В 83-м году я был назначен военной представительством, потом стал военной представительством по Марс, где именно продолжал контролировать разработку и изготовление техники, которую я и эксплуатировал на флоте. Презентацию посетил Сергей Морозов. Как известно, глава региона служил во флоте. Появление нового научного труда губернатор воспринял трогательно. Объединение подготовило шикарный подарок не только самому коллективу, но и всем нам. И жителям прославленного региона Сибирско-Ульяновской области и края, и Российской Федерации. 27 экземпляров книги передали в городские и областные библиотеки. Разработчики, герои и научные сотрудники. Все, кто трудились над созданием Сибирско-Ульяновской флотской энциклопедии, получили награды и благодарственные письма от губернатора. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. В Ульяновске началась активная работа по восстановлению леса. На сегодняшний день на эти цели заготовлено более 2,5 тысяч килограмм семян. Среди них семена сосны, березы, дуба и других лесных растений. В региональном центре защиты леса нашей съемочной группе рассказали, как проводится анализ, определяющий класс качества семян. От саженца до 20-метровой сосны. В среднем, чтобы хвойное дерево выросло, необходимо около 50 лет. Поэтому ульяновские лесники о восстановлении деревьев заботятся заранее. Особую роль играет этап подготовки. Прежде чем попасть в питомник, семена привозят в лабораторию. Здесь их проверяют на качество. Основное качество псевного – это всхожество. Для семян сосны мы проверяем на всхожесть. Срок проверки от начала закладки на растительный стол до выдачи документа – порядка 15 дней. Каждую партию проверяют и на пассивные качества. Их по-другому называют дружные всходы. Если есть какие-то отклонения от нормы, сразу ищут причину. Как правило, это грибы. Сотрудники лаборатории сравнивают семечки со своими детьми. Если обнаружить болезнь на родной стадии, можно избежать серьезных последствий. Посев зараженными семенами приводит к заболеванию всходов. Споры грибов, прилипшие к поверхности здоровых семян, способствуют распространению инфекции. Для проведения анализа необходимо правильно подготовить питательную среду. Мы готовим ее из среды чапика, потом закладываем на нее семена, ложим в термостат. Температура выставляется 28 градусов. И в течение 7-8 дней, если присутствуют грибы, которые могут вызвать какую-то болезнь, они проявляются на 8 день. Далее каждая семечка просматривается под микроскопом. Если выявляются грибы, вместе с документом о качестве специалист пишет рекомендацию. В основном советуют перед посевом обработать саженцы специальным противогрибковым раствором. Важна и среда, в которой проводят анализ. Кабинет тщательно дезинфицирует все поверхности, обязательно должны быть стерильны. Здесь совершенно стерильный кабинет. Здесь обрабатывается как в хирургическом отделении. Вот здесь лампы, они там внутри тоже есть. Заготовится посуда, она чисто спирана, в автоклаве стерилизуется. Потом в сушильном шкафу, потом обрабатывается еще лампами все обрабатывается. Потом мы только закладываем семена на проращивание. Ежегодно отдел Ульяновской лесосеменной станции проверяет около 100 партий семян лесных растений. В этом году их заготовлено больше 2,5 тысяч килограмм. Таким образом мы обеспечили Ульяновскую область семенным составом. И также являемся первыми среди субъектов Приволжского федерального округа. Кроме того, на территории Ульяновской области на сегодняшний день функционирует порядка 22 питомников. Но на 2021 год мы поставили для себя амбициозную задачу довести количество питомников до 30. Подготовка ведется по национальному проекту «Экология». Его основная задача, чтобы к 2024 году количество срубленных и посаженных деревьев было в соотношении один к одному. Для семьи Корниловых танцы – дело всей жизни. Династия хореографов начиналась со старшего поколения Евгения и Ольги. Сейчас ее продолжают их дети и внуки. Семья основала ансамбль танца «Счастливое детство» и «21 век». Свою историю Корниловы рассказали нашей съемочной группе. Репортаж Александр Никитиной. Их объединила любовь и танцы. Сегодня Ольга и Евгений Корниловы – заслуженные работники культуры Российской Федерации. А началось все больше 40 лет назад. Тогда юная Оля восхищалась мастерством играться из советских балерин. Мечтала блистать на сцене, сочинять собственную танцевальную программу. К музыке тянула всегда. Рассказывая свою историю, женщина признается – ее творчество – дар свыше. Я же помню себя с того момента, когда я смотрела на фотографии журнала «Гонек» Улановой, где она танцевала Ромео Джульетту. Я смотрела, как она стоит на пуантах и думала – «Господи, это же надо же, какие красивые туфли, как я вот это хочу». И сколько я себя помню, где бы я ни была, я всегда старалась сочинять для себя танцы. Евгений Александрович также свое призвание нашел в танцах. Начал заниматься еще мальчишкой в детском доме. Туда же по счастливой случайности был приглашен руководитель народного коллектива ансамбля танца «Юность». Одаренность и талант маленького Жени не остался без внимания. Конечно же, на пути ждали сложности. Сверстники не одобряли выбранное увлечение. Твердили – танцы у дел девушек. Однако Евгений не опустил руки, уверенно шел к своей цели. Так он поступил в училище культуры, где и встретил свою любовь. Я поступил в училище культуры. Там мы познакомились с Ольгой Анатольевной. Полюбили друг друга. И вот так по жизни у нас уже с училища культуры идет вот это творческое семейное направление. Дальше была Москва. Москва, государственный институт культуры, который просто необыкновенное было время, потому что мы попали, когда нас учили корифеи русского балета. Корниловы признаются, попасть туда было очень сложно. Желающих на поступление много, а вот места ограничены. Однако у Евгения и Ольги было главное – талант и непреодолимое желание танцевать. Вот я как-то была уверена, что я поступлю. Хотя передо мной, за мной стояли там артисты балета, танцоры из государственных ансамблей. Ну вот мы с Евгением Александровичем смогли туда поступить. Я здесь в данном случае хочу поблагодарить Ольгу, потому что благодаря только ей я поступил, потому что мне было сложно. Честно скажу, потому что если по специальности у меня были пятерки, то по остальным приметам там четверки. А там поступали только с отличными видами. Но Ольга Анатольевна пошла на кафедру и встретилась с профессором нашей кафедры. И сказала, он воспитанный в детском доме, мы должны ему помочь. А дальше в 80-м году выпуск из института, армия и начало большой увлекательной карьеры. Ольга Анатольевна начала работать в Ульяновском дворце пионеров и школьников. Евгений Алексеевич в управлении культуры. Потом служба в армии. И уже тогда супруги начали работать вместе. На свет появился ансамбль танца «Счастливое детство». Ольга Анатольевна быстро сразу. Только она поступила на работу, у нее уже пошли номера. Она уже стала в концертах участвовать. И первый такой большой нам поручили номер на стадионе. Тогда было модно. На 9 мая «Солнечный круг». Там участвовало 400 детей. В прошлом году Корниловы отметили рубиновую свадьбу. А вместе с тем и 40-летие своего ансамбля. Умения и профессиональные навыки Ольга и Евгений передали по наследству. Так Корнилова надежда пошла по стопам своих родителей. Девушка в танцевальной индустрии уже 20 лет. По ее словам, начинала перенимать опыт еще с пеленок. А теперь она балетмейстер ансамбля. Я и моя сестра выросли здесь, в балетном классе. Сначала под станком, потом на станке. И, естественно, наши родители – это люди, которые дали нам все. И в профессиональном, и в личном плане. Это мои самые главные основные учителя. Это люди, которыми я горжусь. Говорят, родственники не должны работать вместе. Иначе не избежать размолок. Однако Корниловы – пример того, что работа не мешает, а наоборот способствует семейному счастью. Все вопросы и споры они решают вместе. А домой возвращаются с хорошим настроением. По выходным – дача, в будние тренировки. Обмен опытом, поддержка и вера в друг друга – их главное правило. Да, у нас бывают и споры, естественно. Это никак не переносится в нашу семью, в наши личные семейные отношения. Естественно, мы спорим, находим компромиссы. Я достаточно эмоциональный человек. Я могу сразу взорваться, но потом подумать. Я понимаю, что опытный человек всегда более прав. Муж Надежды Иван работает балетмейстером вместе с женой, тещей и тестем. Вы не удивитесь, но его сердце с детства также заняла любовь к танцам. В шесть лет маленький Ваня пришел в школу танцев Нижегородской области. А в 2002 году приехал поступать в Ульяновский государственный университет на факультет культуры и искусства. С Надеждой познакомился здесь, в балетном зале. Спустя год, как пришел работать в коллектив. Я знал, что есть она, она знала, что есть я. А встречаться начали гораздо позже. И так получилось, что полюбили друг друга, поженились. Практически через год случилось, как я пришел в коллектив. Я начал работать здесь, во дворце сначала. Потом начал работать в счастливом детстве. Потом мы поженились и закрутилось, завертелось. Самые младшие Корниловы, маленькая Юлия и Катя уже осваивают азы танцевального мастерства. Юле сейчас 6 лет, и она уже 3 года занимается в классе. Выступает на концертах с семьей. А вот у Катюши все впереди. Ее родители, Иван и Надежда, уже сейчас видят рвение и желание танцевать на сцене. В счастливом детстве занимаются дети с 3 лет. Дальше, после 14, для них открыт ансамбль танца 21 век. Корнилова говорят, чтобы попасть к ним, достаточно иметь желание танцевать. Отборочных испытаний и конкурсов нет. Культура, она для всех, отмечает Ольга Анатольевна. Сами дети ходят на танцы по любви, проводят часы у станка. По словам Евгения Алексеевича, стараются завершить все дела, чтобы успеть на репетицию. А Дилия и Валерия занимаются в ансамбле без малого 13 лет. Все эти годы запомнились девочкам концертами, победами, безграничной верой наставников. Преподаватели у нас много вкладывают, и мы им безумно благодарны, потому что если бы не они, ну ничего бы не получилось. Репетиция, на которую побывала наша съемочная группа, не крайняя. Подготовка перед концертами – самый волнительный ритуал. Однако счастливые лица гостей, аплодисменты и гордость наставников – лучшая благодарность. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается переменная облачность без осадков. Днем столбик термометра удержится на отметке в плюс 1 градус. Ветер южный – 8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00. А также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин